Я пришла сюда потому, что мне пришлось бежать из моей страны в связи с войной. То есть, мне кажется, тут можно не давать дополнительных объяснений. Дополнительным поводом, конечно, послужило то, что вскрылись как бы бесчеловеческие поступки, которые мы все видели, которые произошли в Буче, Гастомеле, Изюме и других городах. Это буквально разбило мне сердце, и поэтому мы здесь, чтобы призвать к тому, чтобы остановить торговлю с Россией, потому что человеческие жизни не стоят этого, чтобы призвать к помощи в Украине с более тяжелым вооружением, чтобы призвать к остановке всех взаимоотношений с Россией, культурных, экономических, каких угодно, чтобы, возможно, я очень в этом сомневаюсь, но чтобы русским людям стало стыдно за то, что они делают. Мне кажется, настоящим русским патриотам уже давно стыдно, а стать должно всем остальным, тем, кому еще не стыдно. Люди, которые понимают масштаб трагедии, они сами с как бы разбитым сердцем давно, с первого дня времени. Приехала во Францию очень давно, я вообще в России не живу с 13 лет, и я долгое время как бы не ассоциировала себя с этой страной как раз-таки из-за режима, бойкотировала его, не езжу туда уже очень-очень много лет. И теперь то, что происходит, оно меня как бы окунуло в голову и снова в мою русскость. Как бы я вижу, что говорят люди в России, я вижу, что думают люди в России, я вижу, что у них достаточно долгое время не было вообще доступа к информации. Сейчас, как ты знаешь, как бы вышли ужасные законы от трех до пяти лет за там перепосты и упоминание слова «война». То есть я понимаю, что у людей в России будет все меньше и меньше возможности выражать себя, и я не делаю это для себя, потому что, в принципе, мы во Франции, как бы здесь все окей, это демократия, но я делаю это скорее для людей, которые, может быть, хотели бы выразиться в России, и у которых нет возможности это сделать. Больше нас видно, тем больше люди вообще понимают, что мы есть, и, возможно, после какого-то очередного количества этих акций у нас получится, я не знаю, достучаться до политиков, чтобы, ну, Макрон не просто звонил Путину и говорил, ну, привет, дружок, а чтобы были какие-то настоящие действия, потому что, как бы, война – это ужасно всегда, и, как бы, когда армии убивают друг друга, это как-то может вложиться в голову, но когда армия начинает убивать детей, начинает насиловать женщин, начинает жить, ну, как бы, это не окей, нужно вмешиваться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.